В эфире служба новостей Саров 24 студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Инфицированных стало больше. Саровчане с коронавирусом проходят лечение в стационаре и на дому. Скорректировали бюджет и обсудили обстановку в Сарове. Заседание городской думы прошло в закрытом режиме. Торчащие из земли провода, мусор и неровные дорожки. Когда парк и лыжная база станут комфортными зонами отдыха. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Пациенты с легкой формой лечатся дома. Те, кому требуется постоянное наблюдение, врачи госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. На плановом заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса обсудили дезинфекцию городских улиц. Напомним, все многоквартирные дома, общежития, а также контрольно-пропускные пункты и работающие учреждения уже регулярно обрабатывают. В ближайшее время эти меры распространят и на городские улицы. В последние дни администрация Сарова проводит регулярные проверки обоснованности въезда по временным пропускам в условиях режима повышенной готовности. А 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень соответствующих территорий Нижегородской области. Так называются города и районы, где подтвердились факты заражения коронавирусной инфекцией. Дополнительным в список включили города Арзамас, Павлова, Саров, а также два села Шахунского и Сергачского районов. К другим новостям. Первое для этого созыва закрытое заседание прошло в городской думе. Из-за пандемии коронавируса на очередное собрание народных избранников не позвали ни прессу, ни жителей. Депутаты обсудили корректировку бюджета, изменения в регламент городской думы и эпидемиологическую обстановку в Сарове. Более 80 миллионов безвозмездных поступлений планирует получить бюджет Сарова. Деньги пойдут на программу формирования современной городской среды, укрепление материально-технической базы театра, обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных. В то же время произошло уменьшение с возмездных поступлений на 431 миллион 915 тысяч 400 рублей. Это субсидии на сокращение доли забеременных сточных миллионов. То есть у нас в районе. В то же время на 2021 год увеличение произошло по данным программам на 974 миллиона рублей. На заседании думы Алексей Голубев рассказал о работе оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. В частности, сейчас идет дезинфекция мест общего пользования, куда могли заходить зараженные. Также глава администрации ответил на вопросы, касающиеся проезда через КПП. Пока они не обеспечены средствами термометрии, но за наличием признаков заболевания должны строго следить перевозчики. Кроме того, депутаты утвердили изменения в регламент. В исключительных случаях дума будет собираться дистанционно. Вопросы о мерах поддержки предпринимателей с обсуждения сняли по предложению глава администрации. Пока идет работа над предложениями после последних поручений Владимира Путина. В Нижегородской области началось серийное производство бактерицидных рециркуляторов. Эти аппараты используются для обеззараживания воздуха в помещениях. В условиях распространения коронавирусной инфекции бактерицидные рециркуляторы крайне востребованы в организациях, которые продолжают работу, и в социальных учреждениях. Аппараты собирают в Нижнем Новгороде на заводе имени Петровского. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Для получения аттестата девятиклассникам достаточно будет сдать основной государственный экзамен по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Как сообщили в Департаменте образования и администрации, сроки проведения ГИА установят Министерство просвещения и Рособранадзор. Конкретные даты досрочного, основного и дополнительного периодов регионы определят самостоятельно. Школьники смогут сдавать экзамены на базе школ, в которых учатся. Решение о необходимости проводить ГИА в досрочный период регионы будут принимать, исходя из эпидемиологической ситуации. Выпускников школ не будут призывать в армию этой весной. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. По его словам, изначально призывная кампания должна была затронуть более 650 тысяч человек. Из них 15 тысяч – это выпускники. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и переноса ЕГЭ в Минобороны приняли решение не распространять призыв на эту категорию военнообязанных. Таким образом, школьники получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы. Жители Нижегородской области, которые прилежно соблюдают режим самоизоляции, захотели наградить. Как сообщили в Министерстве информационных технологий и связи региона, тех, кто бережно относится к своему здоровью и самочувствию окружающих, можно поощрить доброрублями. Это экспериментальная форма системы бонусных баллов, которые можно потратить для оплаты проезда в общественном транспорте, посещения спортивных и культурных мероприятий и получить различные скидки. Подробности о доброрублевой системе обещают обнародовать в ближайшее время. Более 130 миллионов рублей с федерального бюджета потрачено в прошлом году на реконструкцию городских общественных мест. На 100 миллионов рублей выполнили работы в парке Минизернова. Эти деньги Саров получил за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. За 34 миллиона рублей обновили территорию лыжной базы. Оба объекта были сданы в эксплуатацию в конце декабря 2019 года. Заканчивали работы по благоустройству парка уже поздней осенью. Последние строительные работы проводились буквально по мерзлой земле. Приняли объект накануне Нового года. В каком же виде встречает обновленный парк горожан этой весной? Пойдемте посмотрим. Вход со стороны проспекта Музрукова украсила архитектурная композиция с массивными колоннами в стиле сталинского ампира. В парке установили несколько десятков различных фонарей, систему видеонаблюдения и звукового оформления. Скамеек пока поставили мало. Вместо обещанных урн дизайна 30-х годов стоят старые, облезлые и тони везде. Благоустройство парка неожиданно закончилось. Стоило нам только свернуть с центральной аллеи на несколько метров вглубь. Вот на этом месте обычно стоят аттракционы для самых маленьких, для малышей. И здесь мощеная дорожка заканчивается. Дальше идет песок, набросанные камни, из земли торчат провода, железные прутья, беспорядочно валяется бордюрный камень. Когда все это сделают для наших малышей? Парк реконструировали на грантовые деньги. 100 миллионов рублей федеральных средств Саров получил за победу во всероссийском конкурсе. Но этих денег не хватило. 5 миллионов добавил город, еще 3 поступили из внебюджетных источников. Реконструкция началась 7 июня прошлого года. Подрядчиком выступил ДЭП. В сроки организация не уложилась. Большую часть работ проводили поздней осенью и зимой. Благо снега не было и строители успели сделать лестницу и даже уложить плитку на набережной. На сайте Минстроя о благоустройстве парка Зернова написано так, цитирую. В рамках преображения вдоль реки Сатис была создана новая набережная с местами кратковременного отдыха и спортивными площадками. Конец цитаты. Набережная как бы есть. Есть беседки. Будут, наверное, и скамейки. Но где спортивные площадки? Парк сдали за несколько дней до Нового года. Весной растаявший снег обнажил все недостатки благоустройства. Повсюду валяются кирпичи, доски, провода. Из земли торчат остатки старых световых опор. В парке гуляют дети, и весь этот строительный мусор может навредить их здоровью. Чем дальше от центральной аллеи, тем заметнее следы недоделок. По обновленным дорожкам парка, как по годовым кольцам дерева, можно узнать историю их создания. Вот на этом месте все еще шло хорошо, рабочие никуда не торопились, материала было достаточно. Здесь заканчивается брусчатка, подвозят плитку, основания не выравнивают, кладут просто так. Потом снова начинается брусчатка, которую кладут, видимо, на мерзлую землю. В итоге весной дорожка пошла волной. Еще один объект ремонтировали в прошлом году, и сроки сдачи которого тоже несколько раз переносили. Благоустройство первой очереди лыжные базы проводили в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Территория дополнилась новыми объектами. Рядом с футбольным полем сделали площадку для занятий физкультурой, установили тренажеры и скамейки. Также для детей оборудовали эко-зону для игр. Большую часть ландшафта уже засыпали черноземом, но некоторые участки остались неубранными. Где-то валяется мусор и даже лежат аккуратными кучками песок и щебень. На первый взгляд кажется, что на лыжной базе дела обстоят намного лучше, чем в парке имени Зернова. Обновился стартовый городок, построили новый судейский домик, трибуны для зрителей, зону награждения. Но стоит отойти на несколько метров вглубь, как мы видим, что второстепенные дорожки еще зацепаны щебнем, а на месте футбольного поля вообще пашня. На реконструкцию парка потратили 108 миллионов рублей. На благоустройство лыжной базы 34 миллиона. В итоге оба объекта сдались недостатками, которые не позволят горожанам в полной мере насладиться комфортом и удобством этих мест отдыха. Когда же устранят все недоделки? Соответствующий запрос мы отправили дорожно-эксплуатационному предприятию, которое занималось реконструкцией парка и лыжной базы. Репортаж мы сняли в конце марта. В письме от директора ДЭП нам ответили, что все недостатки будут устранены до 1 июня в рамках гарантийных обязательств. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Коронавирус отвоевывает все большие территории на карте России. Не стал исключением и соседний с Саровым район Мордовии. В Темникове зарегистрировали два случая заражения коронавирусной инфекцией. 19 человек, с кем они успели пообщаться, посадили на карантин. Сами зараженные проходят лечение в одной из республиканских больниц. Подробности в следующем репортаже. Ближайший к Сарову район Мордовии тоже оказался в зоне риска. О ситуации в райцентре по телефону рассказал глава муниципалитета. В Темникове зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Это семейные пары. Они госпитализированы в инфекционную больницу Саранска и уже идут на поправку. Носителем вируса стал мужчина. Он вернулся из Москвы и заразил жену. У ребенка все нормально. Там он, оказывается, лежал в палате с зараженным коронавирусом. Про это никто не знал. Он приехал когда сюда, в Темников, и ему позвонили вдогонку, можно так сказать, и сообщили, что вот смотри, у нас, оказывается, обнаружилась вот такая ситуация. Он, как порядочный человек, сообщил об этом, прошел тесты все необходимые, сразу самоизолировался. Быстро определили круг контактировавших с ним людей. 19 человек находятся на карантине. Как сообщил Сергей Кизим, работу по отслеживанию приезжающих в район из неблагополучных по коронавирусу регионов уже наладили. Соответствующие рекомендации даны главам всех сельских поселений. Мы определяли один единый телефон. Главное, чтобы оповестить. Вот на этот телефон сделайте смс. Вы приехали, откуда приехали. Где вы были, где находитесь, адрес свой напишите. И что вы согласны режиму самоизоляции. Начался дачный сезон. Саровчане станут чаще приезжать на свои садовые участки, которые расположены в Темниковском районе. А также навещать родственников. Сергей Кизим просит соблюдать режим самоизоляции. А в случае, если до этого посещали неблагополучные регионы, то сообщить об этом на номер плюс семь девятьсот двадцать семь сто семьдесят пять двенадцать ноль три. Елена Грязкова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, двадцать четыре. В библиотеке имени Маяковского принимают заявки на фотоконкурс. Участникам предлагают запечатлеть на снимках моменты чтения книг, журналов, газет. Творческие работы можно представить в четырех номинациях. Экстрим чтение, читаю, где хочу, фотоплакат, капитаны книжных морей. Конкурс будет проходить до 15 апреля. Подробности в следующем репортаже. Для тех, кто любит творческие мысли, читать и фотографировать, сотрудники библиотеки имени Маяковского приготовили очередной фотоконкурс «Любовью к книгам мы горим». Горожанам предлагают сделать снимки, на которых запечатлено чтение книг дома, в библиотеке и совершенно неожиданных местах. Наш конкурс поможет горожанам организовать свой досуг интересно и также поможет сформировать позитивный имидж читающего человека и выявит талантливых авторов-фотохудожников нашего города. Фотоконкурс проводится в четырех номинациях. Экстрим чтение, читаю, где хочу, фотоплакат, капитаны книжных морей. В каждой из них выберут три победителя. Оценивать работы будет компетентное жюри. В состав жюри, помимо сотрудников нашей библиотеки, мы пригласили профессионального фотографа. Жюри определяет фотоработы, набравшие максимальное количество баллов. Победителем конкурса на приз зрительских симпатий станет фотография, набравшая наибольшее число голосов в результате голосования на сайте библиотеки. Приять участие в конкурсе «Любови к книгам и горим» просто. Достаточно распечатать цветную или черно-белую фотографии, придумать название и принести в библиотеку имени Маяковского до 15 апреля. Также нужно заполнить электронную заявку. Более подробную информацию можно узнать на сайте библиотеки. Награждение победителей конкурса состоится 15 мая. Для лиц старше 6 лет. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова